Журналист Аркадий Бобченко, об убийстве которого написали все СМИ, жив, сотрудники СБУ задержали подозреваемого в подготовке убийства «Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бобченко, но я не буду этого делать, я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом» И поздравить Аркадия Бобченко с его третьим днем рождения, заявил представитель глава ведомства, сам журналист также присутствовал на пресс-конференции, отдельные извинения моей Жене, Олечка, прости, но здесь было без вариантов, операция готовилась два месяца, меня посвятили месяц назад, по результатам операции, человек взят, он находится под стражей, заявил Аркадий. По словам Бобченко, ему показали особые документы и фотографию, которая могла быть лишь в его паспорте, операция готовилась около двух месяцев, а 30 дней назад Аркадию сообщили, что на него есть заказ в социальных сетях Начали активно комментировать внезапные воскрешения Бобченко, тот случай, когда человек за сутки смог прочесть все некрологи по себе и узнать Кто враг, кто друг, по-моему, отличный план, а я еще думала, как красиво умер, нарядный, с аккуратными пулевыми ранениями, Аркадий Спасибо, что я живой, каждый день читала ваши посты, а сегодня не могла заставить себя зайти на вашу страницу, пока не услышала вас в эфире, писали в фейсбуке Во вторник поздно вечером журналисту несколько раз выстрелили в спину, якобы он скончался в машине скорой помощи Выстрелов не было слышно, так как, вероятно, преступник использовал пистолет с глушителем Напомним, Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Российский журналист Аркадий Бобченко был застрелен 29 мая в украинской столице В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет полномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан Журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России Такое сообщение опубликовали на сайте СК России Клэс Поуст 484038 подписчиков